Так ну что, выступила у нас Настя Тараканова, по баллам она сейчас занимает текущее первое место. У нас впереди еще три группы участниц, но очевидно, что вряд ли кто-то вклинится в тройку лидеров. Но что можно сказать по поводу выступления Насти? Мы наконец-то увидели прошлую Настю. В последнее время она не показывала никаких эмоций на лице, и каждый раз после каждого проката складывалось ощущение, что чего-то не хватает. В этот же раз Настя просто замечательно откатала. Да, конечно, в первой части программы эмоций было не так много. Главная задача была сделать все прыжки. Но затем, когда началась дорожка шагов, Настя наконец-то убрала, хоть и частично, свою, так сказать, эмоциональную зажатость. Замечательная дорожка шагов в исполнении Насти, замечательное владение коньком. Но вот что странно, так это компоненты. По владению коньком на данном турнире Настя равных нету. Однако нет же фигуристки из Японии, Тамо и Кавабати, поставили компоненты выше, чем Настя. Что касается исполнения самой программы, опять же той же эмоциональности, в данном случае Кавабата и в этом уступила Настя. А компоненты вот такие вот странные. Причем странные они именно исходя из тенденции, которая у нас сложилась в этом сезоне, да и в прошлом. Но по большей части именно в этом. Когда поголовно всем фигуристкам начали завышать компоненты. На 2, а то и на 3-4 балла. А вот именно здесь как будто бы решили немножко притормозить. И относительно первых своих этапов у большинства фигуристок оценки ниже, на данном юниорском этапе в Гданьске. Но тогда непонятно, зачем вы ими разбрасываетесь. То есть на одном этапе вы даете жирные компоненты, а на другом зажимаете. И может сложиться ситуация, что на том этапе, где завышали компоненты, фигуристка откатала так себе, но потому что мы всем даем высокие компоненты, у нее пускай они тоже будут. А к примеру на следующем этапе, как например гран-при в Польше, в случае Насте Таракановой. Фигуристка наконец-то откатала очень здорово. Но вот именно на этом этапе мы решили построже с компонентами, поэтому мы дадим тебе даже меньше компонентов, чем той фигуристке, которая на прошлом этапе откатала средне. То есть понимаете, какой происходит бред. Ну и плюс к тому, Томойка Вабата не должна опережать Настю по компонентам. В данном случае Настя откатала на чистые 70 баллов, даже 71 можно дать. Лучше владение коньком на данном этапе. А ей дают 68, и по компонентам она еще уступает второму месту. Но просто беспредел. Продолжение следует...